Когда надоело смотреть попсовые ванильки и недоламповых недоняш, когда листаешь ютуб в поисках хорошего контента, чтобы провести приятное время с пирожком и чаем, у меня для вас есть хорошая новость. МК Бацкий, старый добрый консервативный канал об играх, который знает толк в игровых стандартах. Культовые игры, давно минувших дней и игры, вышедшие в свет недавно, идеально сочетаются на этом канале. Прохождение стратегий и разбор механик, качественный контент. Не сиди на месте, подписывайся, ссылка есть в описании. И всем привет народ, это Эмбра и мы продолжаем нашу кампанию за Желтороссию, но, правда, мы пока что ей еще не стали, но нам не далеко до этого. Сейчас нам необходимо решить, кому мы будем помогать, Джолийской клике, либо же Анхойской. По истории, Фонтиянская клика, которую мы сейчас возглавляем, она помогла Джолийской клике в войне против Анхойской и они вместе разгромили этого засыранца. Потом они, правда, начали друг с другом тоже тереться и, в общем-то, куда же без этого. У нас было в группе голосование и большинство выбрало, чтобы мы помогли Джолийской клике, то есть действовали исторично. Хорошо, ладно, но для начала нам, может быть, стоит заранее подвести дивизии. Давайте-ка это сделаем вот сюда вот. Так, я надеюсь, ты там не исчезнешь 11 дней. А, да успеем, конечно. Высадочки мы пока что делать не можем, у нас нету конвоя вообще и поэтому я бы, конечно, захватил бы этот островок, я бы выделил бы половину армии нашей, потому что здесь слишком узко. Я бы не прочь это сделать. И захватили бы этот полуостров, но не могем. Поэтому давайте-ка сейчас мы поможем Джоли, сейчас восстановись чуть-чуть. Вот, все, помогаем Джоли. Начинается у нас война и мы ставим сразу же атаку вот сюда вот. Погнали, господа. Но смотрите еще, что я заметил. Ого, пакта не нападение. Не-не-не-не-не. Не-не-не, спасибо, не надо. У нас здесь есть два шаблона дивизии одинаковыми касками, да? Здесь 4, здесь 10. Но здесь, блин, у нас кавалерия. Здесь только у нас каски. Причем, смотрите, здесь ширина 12-18, ширина 10-21. А здесь вообще 24, ширина 8. Короче, здесь в этом моде очень сильно набафали конницу. Посмотрите, она не только теперь быстро бегает, так еще и защита огромная. Прорыв огромный. Тут почти все в два раза подняли. Смотрите, атака и против пехоты, и против танков, блин, больше, чем у каски, понимаете? Конечно, очень сильно подняли, но на самом деле это правильно, потому что в оригинале конница практически ничего не дает, кроме как скорость дивизии, и все. Ее использовали на замену моторизированной пехотки, страны, у которых не очень хорошая промышленность. А здесь же можно использовать чисто, чтобы атаковать. Вот, ну она, правда, тоже промышленность надо иметь получше, чем у для касок. Ну, в общем, я и буду делать эту конницу. А эту вот дивизию я потом здесь позабираю кавалерию, переведу все под один стандарт, а то немного неприятно, что они одинаковые. Давайте поставим здесь звездочку, и буду знать, что эти дивизии сильнее. Но немного странно, что здесь и конница, и каска, потому что бафа от скорости уже у нас не будет. Такое совмещение не самая лучшая идея, хотя в этом моде оно более рациональное, чем в оригинале. Ну ладно, сейчас давайте постараемся как можно быстрее все это дело захватить. Я даже вас чуть-чуть бафну, чтобы побыстрее двигались, хоть чуть-чуть. А, капитулирует у нас здесь... О, так это хорошо. А, ну блин, мы же эти территории отдадим союзнику. Ну ладно, хоть он нам мешать не будет захватывать анхойскую клику. Анхой уже капитулирует. Оу. Ну-ка давайте-ка глянем. Мы потеряли 10 тысяч. Они 21. Хорошо, ну мы-то сами потеряли 86 всего человек. В нашем союзничке потеряли дофига людей. Хорошо, здесь проходим. Кстати, у нас здесь дофига очков накопилось политвласти. Я бы, знаете, что сделал. Я здесь без записи посмотрел, что лучше для нас. Здесь сомнительные бонусы, поэтому это в стороне оставим. Здесь можно взять на атаку. Но пока что я хочу выйти в экономику, потому что это, вот это, вообще никуда не годится. Мы с этим далеко не уйдем. У нас рост промышленности, он примерно стагнирует. Вот просто с одной фабрикой. Это мы будем десятки лет выбираться из этой экономики. Поэтому ставим военную экономику. Ну, одна плюс 40%, два не станет. Ладно, получим еще одну фабрику. Будет, надеюсь, три. Опа. А это у нас, наверное, котел. Давайте-ка тут, конечно, все... А, нет, смотрите, даже не в резерве. Ширина фронта вообще малюсенькая. Иностранные войска мы получили. Давайте-ка, помощь корейцам потом, планы реформ проведем. Вообще, пока что я России не тороплю становиться. Тут, кстати, вообще до нее очень быстро. Но пока мы не закончили эту войну, лучше ей не становиться. Потому что сейчас мы воюем от лица манжуров. От лица фантиянской клики. Но когда мы станем русскими, когда мы их приведем к власти, мы уже не будем этой кликой. Там уже совсем другие цели, и другие люди будут сидеть в правительстве. И я, кстати, еще глянул то, что наши кораблики вообще не имеют никакой бомбардировки с моря. Вообще никакие корабли. Поэтому бессмысленно их сейчас просто выгонять. Помощи от них никакой не будет. А вот это, вот это мне уже не нравится. Поэтому сейчас я нашу конницу, быстренько. Ставлю вот сюда вот так, окрепляемся. Есть еще? Вот, ты давай тоже сюда иди. Просто она самая быстрая, она сейчас займет эти вот территории по-быстренькому. О, мы получаем пехотное снаряжение. Слушайте, так это, так это у нас можно делать конницу? Давайте четыре. Смотрите, здесь ширина фронта восьмерочка. Это фигово. Лучше десятка будет, чтобы оно стакалось красиво потом в битвах. Все, можно дать до шестерки. О, там что у нас? Карабинов не хватает. А, да мы сейчас их сделаем. Очень быстренько. Ну-ка, на столицу. Сейчас я вот это дело растяну. Все отлично. Занимаем это дело. План реформ готов. Что сейчас? Основать военной академии. Пророскомандного ресурса. Кстати, надо его распределить, глянем. Наверное, вестернизация все-таки лучше. Тут, кстати, все по 49 дней. Благо, они додумались это сделать. От 170 дней получать какой-то бонусик. Так, будет получено вне карты один военный завод. Вау. То есть, смотрите, как я понял, что они сейчас пытаются сделать. Короче, мы, получается, будем иметь свой военный завод на территории другой страны. Купим там землю. Бизнес на территории другой страны. Так это вообще классно, слушайте. Даже если захватят все наши территории, мы будем иметь экономику не на своих землях. Это реализм. Потому что так, конечно, не знаю, как в прошлом, но сейчас-то очень распространено. Поэтому, все-таки, военный заводик. Давайте, наверное, лучше выйдем к вестернизации. Пока что это будет лучше. Нам нужны будут исследования. Но к арте выйти. Кстати, насчет арты. Или же все-таки куда-то все там здесь по тысяче. Логистика нам вообще пока не надо. Нефтеперерабатывающий завод. Там и смысл. Это полгода ждать. Долговато. Вот, кстати, у нас карабины и базовое снаряжение. Карабины всего лишь изучаются единоразово. А базовое снаряжение постоянно. Его можно улучшать. И они выравняются. Прорыв 6. Атака 6. Понимаете? Этот хуже, чем карабин. Вот. А базовое пехотное снаряжение вот это. Но, понятное дело, лучше карабина. Поэтому его просто качаем получается. Это мы же потом рассмотрим. Тут бафы реально прикольные к кавалерию. Она и так жесткая. Плюс еще эти бафы. Это вообще жесть. Но давайте-ка арту поставим. Я ее понапихаю в пехотку. Хотя просто в поддержку. Пригодится. Помоги. Че ты стоишь? Здесь союзничка наша подходит. Ну все, мы взяли столицу. Это крупно. Это Пекин у нас получается. Значит, мы получили дофига варскоры. А шо ты не идешь, а? Почему нельзя идти? Попросить проход войск? Я не помню, вы с этой стороной воюем, эмэйл. В смысле вообще, а? Так, не пускай его, не пускай. Немного странненько. Ладно, выходим вот сюда вот. Тут, кстати, неплохо, что загнобили нашего союзничка. И теперь мы можем пройтись по земле сюда. Хорошо, значит, я сейчас это дело открепляю у нас. Вы становитесь сюда. Кобылочки, как живем? Давайте вытолкайте их вот сюда вот. Пошли, можем идти. Странно, что мы сюда не можем встать. А сюда могем? Ну ладно, хоть как-то мы можем двигаться. Хорошо. Давайте еще раз бафнем. По командным ресурсам можем прокачать наших. Аккуратный стройотек, максимум планирования. Это, конечно, круто, потому что я люблю очень сильно планами воевать. Но никому не советую так делать, как я. Давайте-ка возьмем восстановление дивизии, полезная штука, и ведение резервов. Вот это сейчас нам очень надо будет. Хотя резервы мы толком-то здесь... А, нет, нормальные резервы. Дивизий просто много. Они у нас полупустые, можно сказать. Ау, капитулируешь. Класс, он нам перегородил. О, класс. Перегородил. Путь сюда. Вот это неприятно, конечно. Это неприятно. Но джилистская клика, чувак. Мы серьезно не можем уйти? Мы, получается, не могли здесь идти, потому что это была территория джилистской клики, что ли? Вообще не можем атаковать. Чувак, правопроход-то можно мне получить? Спасибо большое. Отлично. Ну, мы же, типа, не союзнички. Черт. Вот это вот хренатень. Я вот просто ненавижу. Ау. Ну ладно, хоть у нас джилистских ресурсов сейчас вполне хватает. Ладно, в любом случае, мы можем даже захватывать для наших союзников земли. Нам главное получить варскор. Давайте в дипломатике все-таки выйдем, получим один военный завод за пределами нашей страны. Вот этих вот просто ставим вот сюда вот. И помогаем нашему союзничку. Быстренько все захватываем. Хоть земли отходят и ему, по мерной конференции мы будем иметь больше очков. Да, но если мы успеем, конечно, подбежать, пусть столицы уже занялись здесь. Ладно, атакуем сразу же. Там что-то они не особо сопротивляются. Как у нас там? Мы потеряли всего лишь 2000. Всего альянс 84 тысячи против 182. Так, а вот это уже капитуляция. Мы, кстати, на втором месте здесь стоим. Нам, естественно, нужно забрать вот эти вот земли. И вот эти вот. Но, кстати, я бы не прочь выйти и забрать вот эти вот земли. Потому что это дает границы с новыми странами. Ну, смысл, мы и так здесь с кучей стран граничим. Просто хотелось здесь еще повоевать. Но до этого мы еще доберемся. Лишние анклавы здесь не надо иметь. Потому что это будет сложновато такое провернуть. Завершаем ход. Так, никто не забрал. Пожалуйста, дай мне. Пожалуйста, дай мне. Фуф. Так, ну это, собственно, все. Не, ну слушайте, неплохо. Потеряли 2000 людей и получили такие огромные территории. Тем более, блин, Пекин. Жалко, правда, они не национальные. Но ладно. Хоть как-то. Здесь все равно население большое. Ну, как, 2 миллиона. Да, конечно, не такое большое, как в 40-х, там, допустим, годах. Или как сегодня. Но все равно мы получаем их хоть и 2%. Но, хоть как-то. Там, конечно, бонусы есть на получение людей с ненациональных территорий. Но, то пофиг. Так, Дальневосточная Республика. У тебя 6 или 12. Я бы тебя не просил, слушай, захватить. У тебя 3, 2. Но пока давайте-ка, наверное, этот его загрызем. Потому что он не очень здесь красиво вписывается. И чтобы гонять сюда дивизии, придется его обходить. Это мне не очень нравится. Поэтому, хобана, 215 дней. Это недолго. Учитывая то, как время здесь быстро бежит. Пакта ненападений я вообще не заключаю. Спасибо за предложение, но нет. Ну, чё, собственно, разведку мы не имеем. Бонусы все равно долго. Давайте, наверное, доктрину поставим. Массированная атака. Думаю, пригодится. Так, хорошо, занимаемся эти позиции. Фуф. Ради чего мы сражаемся, наконец-то. Все-таки убрались мятежи в армии. Потому что, посмотрите, что мы в итоге имели тогда. Вот, сложновато с этим воевать, да? Согласитесь со мной. Но сейчас это все прошло. Мы получили еще 5 стабильности. Так, у меня сейчас сосед начал стучать, сверлить наверху. Вот просто. Целый день не хотел этим заниматься. Как только я включаю запись, он начинает. Класс просто, ладно. Все равно сейчас просто ждем, пока фабрикуются претензии. Опа-на, чё за дела? Вторжение в Монголию. По докладам из Монголии, какой-то русский генерал вторгся в нее. И напал на китайский гарнизон. Им помогают треклятые японцы. Должны ли мы послать туда свои войска? Или отдать Монголию на откуп Финтяню? А... Чего? Присоединяется государству Монголия войне против Монголии. Ага, понятно. Или же проигнорировать. Слушайте. Белые вторглись в Монголию. Роман фон Унгрен-Штернберг. Вторгся в пределы Монголии. Этот белый генерал считает себя новым Чингисханом и воплощением буга войны. Его войска грабит все на своем пути. Китайский гарнизон Монголии находится в опасности. Если центр не вмешается, то Монголия скоро падет. Знакомый персонаж, да? Кто играл в Казирейх Тот шарит, кто это такой Окей, бедная Монголия, понимаете? Это белый русский, именно белое движение Ну, не в смысле то, что... Ну, вы поняли Вот, и поэтому Это наш друг, вот так вот Мы же строим Россиюшку здесь Вот, поэтому, чё с ним воевать-то? Я не согласен, нет Поддержка войны упадёт, но стабильность поднимется Она лучше, на самом деле, чем вот это Вот, для нас сейчас точно И тем более, воевать сейчас с ним я не хочу Нам нужно разобраться в ЖЭКах А, ЖЭХ, ясно Так, ну чё у нас здесь вообще? Три-четыре против двух, ого Понятненько, но ты воюешь против Ещё Тануту, вот этой вот Понятненько, а у неё сколько? У неё одна дивизия, ну, считай, 50 на 50 Ну, посмотрим, конечно, я бы даже ему помог Слушайте, там не очень, конечно, я понял Помогаем ли мы какой Монголии Скорее всего, вот этой большой Монголии, да Но мне кажется, что Дела у него будут не очень десяти Короче, посмотрим, смотрите Мы выходим уже вот сюда вот И усилием русских генералов 56 дней Но пока что давайте, знаете, что сделаем? Пока что давайте-ка Развитие тяжёлой промышленности Я хочу получать один военный завод Сейчас они нам очень сильно пригодятся Потому что по строительству у нас беда Хотя мы уже получили дофига гражданских фабрик Но пока что нам нужно повоевать 66% Сплочаемся ради этой цели Не, хотя, смотрите, он пробирается Но всё равно какое-то непонятное здесь происходит Лидских ресурсов у тебя вообще нет В Монголии они есть У Тану Уриан Хай 2 чел... О, фига, вы понарожали резко Нормально Развитие тяжёлой промышленности готово Давайте теперь освоить военная академия Максимальный прирост командного ресурса Плюс 10% Это, то есть, получается, у нас уже будет 110% Это, кстати, очень имбово Потому что некоторые есть скиллы, которые требуют больше, чем есть максимум Вот, я надеюсь, это добавит максимум нам Так, ну эту территорию он забрал себе Вау Ну, теперь одна дивизия осталась И то, скорее всего, она вот здесь, да-да Она именно здесь и сидит Поэтому... Да, 0 дивизий Блин, вот я прям экстрасекс Пусть забирают они всё это дело И всё А пока что мы разбираемся с вот этим Окей Армия, флот, авиация Расширение академий Реорганизация местных армий Это, кстати А, это бонус Давайте-ка, наверное, армию Давайте пока армию возьмём Там нам опыт нужен Ах, да, и что я ещё сделал? Как бы у нас конница произвелась Я ещё перевёл все эти звёздочки В эти каски Да, они хуже Но это единые стандарты Мне проще так воевать Потом, конечно же, мы будем сюда пихать арту А, кстати, её производить нужно уже прямо сейчас Давайте-ка уже начнём этим заниматься У нас, как бы, карабина вполне хватает Я готов даже вот больше выделить Вау, японцы Спасибо Слушайте, а на самом деле Фантиянской клики Помогали японцы Очень сильно Вот эти манжуры Японцы Они на условиях Как бы взаимопомощи Договорились Вот, допустим То, что японцы Следят за железной дорогой И охраняют её Которую здесь проходит То есть они Как бы имели огромное влияние Японцы На нашу страну Но мы, конечно же, будем идти по другому пути Вот всё Монголия у нас победила С русским во главе С немецкой фамилией Ну посмотрим На тебя Как ты будешь играться Здесь фокус, конечно, одинаковый Сейчас бы ещё республику Начнёт поддерживать Или в коммунизм выйдет Вообще классно будет просто Так, ну чё, собственно, нападаем О, ты дивизии начал делать Чуть-чуть Ну ладно Так, а вот у нас уже японцы подошли Чё-то бродят туда-сюда Пытаются как-то помочь Ну, ладненько Сгрызаем вот это дело О, можно, кстати, и в Шанси выйти Она здесь, кстати, хорошо так накушалась И в Нинтя выйти А тут вообще огромные страны Извалились в Британскую Индию, да? Но это, конечно, жёстко будет Да, такое мы вряд ли потянем Хотя я хочу Я хочу такое захватить Патриконе флот Ноль кораблей, класс Ладно, но зато людских ресурсов у неё просто дофигища Давайте-ка усилим русских генералов Изменит отношения с другими группировками Уберёт политические цели Григорий Семёнов станет лидером партии Радикальные правые Хорошо Принимаем это дело Ну, чё, вы сдаваться будете, а? Как там по потерям у нас? Класс Сломалось Ай, обожаю такое Постоянно в модах такое происходит Но, надеюсь, в следующей войне Такой пропадёт Видите, я не могу нажать Может потери глядеть только через вот это вот Но потери противников Не очень, конечно, здесь удобно смотреть Ну, ладно Мы 2000 потеряли Они явно дело больше Я надеюсь Массовое наступление у нас готово Ну, доктрин давайте-ка уже глянем попозже Сейчас нам нужно выйти Вау, кстати А это у нас автоматом исследовалось Я даже не заметил, как это произошло Но у нас, короче Макс эффективность производства И инженеры укрепленные скорости строительства Восстановление Вот это всё у нас апгрейдилось Но пока что давайте-ка поставим вот это вот Кавалерия, защита, атака И обычная пехота тоже получает эти бонусы Хорошо Ну, чё ж вы такие крепкие годы, а? Давайте, сдаёмся Всё, наконец-то Ой, сосед начал звенить Обожаю Вот красавчик просто Ай, молодца Ну что ж, народ Спасибо всем большое за просмотр На этом, пожалуй, мы закончим А в следующей серии нам нужно будет Очень много всего сделать И, наконец, привести русских к власти Всем спасибо большое за просмотр Ставьте лайки, пишите комментарии Подписывайтесь на канал Скачивайте этот мод на русском языке Из нашей группы ВКонтакте Пишите там на стене свои вопросы Или делитесь интересными моментами в играх Ну, или своими достижениями Ну, а с вами был Эмбро До встречи Субтитры сделал DimaTorzok